Когда мы разговариваем о семейном счастье, мы всегда используем следующее выражение. Мы говорим то, что молодая пара, они строят семью. Или другими именами называем, они строят дом. Счастье в доме, строительство дома. Всегда вот это строительство, которое происходит между мальчиком и девочкой, то счастье, которое должно быть внутри, или тот вещь, которую мы называем семья, мы всегда называем это как дом. Понятно, почему дом. Потому что мы живем под одной крышей. Но если задумаемся, мы можем изучать, может быть, от дома очень большой урок, который, в принципе, не только в этом материальном понятии, то, что мы живем под одной крышей, это чрезмерно может быть важно, а дом, это может дать для нас очень большой урок, урок, который мы можем взять для нашей жизни, и вещь, которой мы можем научиться о настоящих отношениях, о настоящих отношениях между мужем и женой. А именно, дом. Подумаем, с чего состоит на самом деле дом. Дом есть, в принципе, две функции. Основных. Дом, с одной стороны, это скелет, можно назвать, или это стенки, которые охраняют людей, которые живут внутри. И вторая вещь, это всё то, что находится внутри дома. Шкаф, сиденье, стол, стулья и так далее. Интерес чем, как бы, где люди, в принципе, живут. А именно, одно, это зашито, а второе, это всё то, что у нас есть внутри. Мы можем взять, на самом деле, эти же, как бы, сравнения, которые мы и называем, то, что шаламбайт, дом, строительство дома, мы можем тоже взять, на самом деле, нашей жизни. Дом, он сохраняет от нас, от чего? Он сохраняет от нас, чтобы холод не зашёл, чтобы сохраняет нас, защищает нас от холода. Дом защищает нас от жары. Холод защищает от всяких ветров. И точно так же мы должны знать, что для того, чтобы было семейное счастье, для того, чтобы была семейная гармония, когда мы строим у нас семью, необходимо, чтобы мы тоже построили стенки, чтобы мы построили фундамент, чтобы в семье и в этом гармонии, которая есть между мужем и женой, чтобы внешние или даже внутренние, всякие негативные или плохие вещи не рушили вот эту гармонию. Чтобы построить эти стенки, чтобы всяких ветров негативных или жар, который может прийти, мы сейчас, Божьей помощи, да, объясним, что я имею в виду, чтобы эти вещи не рушили прийти в нашу семью. И то же самое, все то, что изнутри, как будет выглядеть дом, какой интерьер будет дома, это то, что потом решается, после того, как есть, в принципе, стенки, сначала есть стенки, а потом все тоже ставится внутри. И это в отношениях тоже мужем и женой. Тоже можно посмотреть, какие отношения у них должны быть, какие слова, какие строительства, каких слов или каких отношений должны быть между мужем и женой. Это второй момент, который есть, который мы можем взять, в принципе, от дома. Давай сначала зайдем, с Божьей помощью, в нашем уроке, сегодня мы постараемся построить чуть-чуть эти стенки, которые необходимы для семьи. И с Божьей помощью, что большим долом силы, чтобы в следующем уроке, что мы построили уже внутренний интерьер, внутренний, как мы должны позитивно разговаривать. Сначала, что мы должны построить, как стенки для семьи, а потом, что мы ставим внутри, какие позитивные моменты мы должны построить для семейного счастья. Строим сначала стенки. Настолько необходимо, что мы построили определенные границы для семьи. Так как у дома, может быть, дом находится в каком-то месте, где есть часто землетрясения, но это землетрясение или эти ветры или плохие влияния, они как бы не будут ломать дом, если у нас есть сильный фундамент. В отношениях то же самое. В отношениях не бывает между мужем и женой отношения, где нету ссоров. Это вещь в определенном, как бы, понятии, тоже так, как своеобразные землетрясения, которые происходят между мужем и женой. Для того, чтобы эти землетрясения не ломали наши отношения, нашу гармонию, нашу семью, и чтобы мы встали опять на ноги, чтобы мы смогли продолжить, как бы, нашу семью, нам нужно изначально уже построить определенные границы, определенный фундамент, чтобы гармонию и семейный счастье и так далее, чтобы эти вещи не ломались. Дадим пару примеров необходимостей, пару вещей, и мы с вами, представляющим, тоже поймем вместе, то, что настолько эти вещи необходимы, чтобы они были как фундамент именно для семьи. Когда мы разговариваем о отношениях, есть необходимо понять, настолько важна сила слова, что в Мелих своем книге Шмешлей писал, то, что сила слова он может построить вещей, и сила слова он может поломать, нарушить, привести негативных именно вещей. Часто в ссорах определенные слова, на самом деле, используются, которые очень часто могут накапливаться, 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 и в конечном итоге, не дай бог, эти вещи могут превратиться в каких-то катастрофических вещах. Или то же самое, не только даже во время ссоров, в семье могут быть определенные, как бы, подходы или определенные уровни, как бы, разговоры, которые могут очень сильно ломать всю гармонию, всю ауру, которая есть, в принципе, дома, и весь шалом, и все то, что, в принципе, каждый из сторон 100%, я уверен, что каждый из нас хочет, чтобы был хороший и счастливый дом. Дадим пару примеров к этому. Если в семье будет понятно, ясно, мужчине и женщине, то, что мы не используем слова, вещи, которые унижают друг друга. Слова, которые унижают друг друга, унижительные слова, и то же самое по отношению к детям, что бы ни было, какой бы ссор, и что бы ни было, для нас, для семьи, ясно, то, что дома нету, так, такое понятие, так, как унижать другого. Мы можем разговаривать о определенных вещах, мы можем иногда перейти какие-то границы, или этот, но есть определенные границы, которые дальше, чем этого, мы не уходим. Пример, я вам дам, очень близкий мне человек, мне сказал то, что, когда он, когда она вышла замуж, сказал своему мужу, то, что знает то, что ее мама очень рано скончалась, вышла с этого мира, или для нее было очень сильно близко ее мама, сказал то, что я знаю то, что мы строим семью и так далее, ты мужчина, и ты можешь иногда чуть-чуть погорячиться, это что называется. И у меня спрос был к тебе, что бы ни было в нашей жизни, что бы ни было в нашей жизни, никогда не упоминай мою маму, никогда не вспоминай ее каким-то негативным образом, это для меня будет катастрофа. И уже долго-долго-долго они живут, слава Богу, и слава Богу, у них не было никогда только момента, что муж когда-нибудь переходил эти границы. А что? Нужно изначально поставить границы, которые мы не переходим. Унижительные слова мы не переходим. И даже если приходит такой момент, то, что друг друга напоминать, друг друга напоминать, то, что ты уже переходишь, сейчас уже границы. Эти вещи мы не трогаем, ни мужа с его стороны, ни женщины с его стороны. Этим мы сохраняем кого-то друг друга. Мы сохраняем даже во время тяжелых ситуаций, мы не настолько опускаемся, чтобы перейти на уже какие-то личные вещи. Второй момент. Мы используем слова выше пупка. В семье. Мы не используем ниже, мы используем, мы разговариваем слова, которые только выше пупка, что бы ни было, даже в отношениях к дитям. То же, чтобы даже дома чистая гармония или чистые отношения, чтобы слышалось дома только хорошие слова, а не слова, которые мы берем, допустим, из улицы. В улице то, что разговаривается, это не наша тема сегодня. Тот момент, когда мужчина и женщина заходят дома, с двери начинается уже новая реальность. Это наш бетамикдаш. Это наш бетамикдаш, это наш хина дома. Мы не используем определенных вещей. То, что также мы читали сейчас по расшатке души им, то же написано по расшатке души им, то, что настолько будет нужно быть необходимым, чтобы мы обращались внимательно, когда мы заходим в храм. Работаем в первом уроке нашего шаламбайда мы упомянули, на что сравнивается семейные отношения. Это кодыш кодыш им, самое святое место. В сегодняшний день многие мудрецы, даже галактические законодатели нашего закона, они берут пример Петта Микдаша тоже с синагогами. Мы не можем вести точно так же в синагоге определенных вещей, то же самое дома. Есть вещи, которые мы не можем, мы не делаем все то, что нам прийти приходится, потому что это святое место. Мы не заходим и не используем определенных слов. Мы не разговариваем этих вещей. Строим изначально определенных барьеров, чтобы эти барьеры никогда не переходили. Изначально, конечно же, этих вещей нужно разговаривать во время Ши Духов, до того, как мы строим семью, если кто-то еще стоит перед Женитой мы должны показать, что сейчас уже даже во время Ши Духов, чтобы мальчик с девушкой уже договорились об этих вещах. Допустим, к примеру, мальчик-девочка до этого, допустим, смотрели в фильме. И каждый из них понимает, что фильм настолько плохо и вредно для детей и для них. Так говорится до этого, что мы в семье давайте построим семью на таком уровне, что мы не будем смотреть, допустим, в семье, в фильме. Или определенных вещей, определенный уровень разговора или определенный поведение построить, чтобы эти ветра или негативные моменты нашу гармонию, нашу семью, чтобы они не ломали. и если уже скажем так поздно у нас уже дети и слава богу построили семью, мы видим то, что определенных вещей, мы видим то, что что-то не так идет, никогда не поздно. Можно сесть за чашечком кофе, в кафе, посидеть красивенько, на спокойной душе, на спокойной душе вместе решить эти моменты. Я уверен, что каждый из нас хочет, чтобы был шалом. Каждый из нас хочет, чтобы был шалом дома, чтобы был мир, и чтобы был другой уровень возвиститься постоянно. Постоянно каждый человек, где бы не был бы, в каком уровне его дом не находился, как постоянно он хочет, чтобы было больше и лучше. Поговорить и вместе понять то, что мы уже ментально и психологически мы были готовы к этим вещам. Нет определенных вещей, которые дома не разговариваются, не обсуждаются. И это понятно сам по себе уже. Это то, что называется то, что я называл бы это негативных как бы дух или негативных ветров, что как бы можно привести в шалом байт. Есть одно невероятно страшное слово, которое я бы хотел чуть-чуть фокусироваться на этом. И это вещь, в которой мои раввины перед того, как я женился, они чрезмерно большой фокус давали именно на этом. тогда. И я через время и через время это понимаю настолько это важно на выражение и на что важное слово, которое они говорили мне тогда. Дорогие друзья, ссоры всегда есть в семье. Это уже сказали. И это нормально. Если в семьях нету ссоров, нужно что-то посмотреть, что-то не то. Или они ангелочки, они ангелы, или нужно им лечение. Семья всегда есть ссоры. Не может быть идеально, особенно первый год после свадьбы, это вещь, которая нормальная. Это вещь, которая нормальная. Мы не должны бояться, нету семей без ссоров. Ссоры, как сказал один человек очень красиво, ссоры это как пупок, который связывает между мужем и женой. Нам связывается что-то, особенно как мы сказали, кедушинька, связывает между душевной, связан между мужем и женой. И что происходит? Каждый ссор это мы берем ножницы и режем наши связи. И что происходит? Мы опять строим отношения, что мы делаем? Берем и завязываем опять эти связки. Тем то, что мы опять построили шалом, мы больше приближались к нашей другой половине. Опять ссоры, опять режем, опять связываем, опять приближались еще больше. Больше, больше, чем больше, оно меньше, меньше становится, потому что больше, больше связки есть между ними. И таким образом, то, что мы с Божьей помощью превращаемся то, что называется они будут очень чрезмерно близки. Ссоры это нормально, но вопрос, как мы к этому относимся? Как к этому относиться? И уже упоминаем тоже эту идею, которую мы с Божьей помощью собираемся потом говорить. Ссоры это не может быть больше, чем хорошие слова семьи. 20% может быть ссоров или каких-то вещей, 80% позитива, хороших вещей. Если это так, без этого. Но если не дай бог, 98% ссоров и дай бог 2% может быть один раз в году хорошее слово спасибо и так далее, то, мы понимаем, что это нехорошо. Когда это нормально, в пропорциях это нормально. Что происходит? во время ссора может быть пары могут думать о очень-очень очень-очень плохом выражении, которое может человеческим разумом быть. И он даже может быть не говорит это и так далее, но он всегда может думать об этом. Это может быть чрезмерно опасным. А именно есть вторая опция. Очень часто даже во время сорок когда есть, чем заканчивается, без ссориться, мы не хотим больше нассориться, ничего, разводимся. Что, 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 есть вторая опция. Даже когда начинается уже разговор, уже не хочется ничего менять, потому что он думает, или она думает, да, можем что-то делать с другой, можно поменять, мама боя. Мама, что, что, Я же не должен вечно мучиться. Мне что-то не нравится. Дорогие друзья, мое умоление к вам, каждому человеку, который слушает это. Убираем из нашего лексикона слово развод. Нету слова развода в нашем лексиконе. Из головы мы уничтожаем эти слова. Нету такого. Нету. Когда муж с женой приходится к своим отношениям с понятием то, что есть вторая опция, не дай бог. Никто не хочет что-то поменять. Никто не хочет желания даже нету к этому. Посмотрим, как мальчик, мужчина и женщина не женится. Каждый из сторон они приносят те виды, как мужчина видит в своем доме, как выглядит как дом. Женщина видит, как себя выглядит дом. И они смотрят, жена смотрит, так как мой папа был дома у себя, тоже так же мой муж должен быть, жена смотрит, так как моя мама был, так что она тоже должна быть. Всегда даже посмотрим. Моя мама лучше готовила еду, моя мама была более чище, моя мама вот вот это нормально, это с помощью помощи может быть в следующих уроках, так как настолько муж и жену видят именно своих родителей. И это нормально. Теперь это еще тяжелеет к тому понять, что где есть каждому на самом деле свое место. Теперь когда мы думаем, что есть старая опция, и мы ожидаем, что есть ожидание, я ожидаю от моей другой половины определенной вещи, и мне это когда не нравится, всегда у меня есть выход из двери, то что называю не дай бог развод, даже ничего не хочется меняться. О, ты не такая как моя мама до свидания, мне что-то не понравилось до свидания, мне что-то этот дорогие друзья, нет такого, когда каждый из нас мы приходим с того, что я с моей второй половины живу 120 лет, и только 120 лет я вам больше расскажу, в Зоре написано, в Зоре написано, мужчина и женщина они даже после смерти вместе, через 120 лет они уже вместе, он стучит в ковер, тук-тук, Сарочка, ты тут, он да, он будет там тоже, там тоже обучат тебя, так, не только это 120 лет будем вместе, ты же там наверху в душах они будут вместе, теперь есть два опция, или дай бог проблему оставить так, как она есть, или же с Божьей помощью работать, что-то делать, и быть счастливым, счастливым, делать из тех вещей, которым нам было дано сделать, работать, и чтобы превратить наши отношения в здоровые и хорошие отношения, и поймите, тогда, когда это есть, тогда, когда у нас есть это все, тогда что? Каждый из нас стараемся что-то делать, я отхожу чуть-чуть шаг дальше, ты идешь чуть-чуть шаг сзади, и так далее, но умоляю, умоляю всех, пожалуйста, это слово убираем из нашего лексикона, нету такого, такого слова, как развод, нету слова развода, мы всегда строим с этим человеком вечный связь, вечный связь, дорогие друзья, и когда у нас есть, это с Божьей помощью, мы можем даже эти проблемы и так далее, мы можем расти, мы можем построить большие вещи. Пробедительно год тому назад, плюс-минус, сделал меня Берлине молодой человек, и как-то начал свою душу раскрывать и так далее, говорит, говорит, и все, говорит, я развелся женой, вообще не знаю, что ты развелся женой, я не знал, и все, да, вот так, так было, говорит, что произошло, говорит, мы можем жили в Европе, сюда, они жили в Европе, переехали, они в Америку, и там вдруг жене что-то там кликнуло и захотел даже развести. Я спрашиваю, а Макара, типа, вы жили, сколько детей у вас, слава богу, и все хорошо было и так далее, я не знаю, как бы ее семья, только знал его, говорит, Маша, не представишь себя, и переехали туда, они переехали туда, и там она познакомилась со своим подружкам, эти, все, 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 так подружки ее закомпосировали мозги. Я говорю, что ты живешь с ним? Смотри, мир открыл, смотри, там, никто не живет с одной мужчиной, больше, чем не соколеет, что ты там мучаешься? Почему, зачем тебе мучаться? Зачем тебе это? Посмотри, может быть, другие варианты, может быть, это, будь более открытым, думай более, этот, у нас была, говорит, Маша, все хорошо, все было, нормально было. Я не знаю, как бы, всех деталей, но она просто сказала, все, говорит, разве я хочу что-то, говорит, другой. Не дай бог, дорогие друзья, и в многих странах, особенно в Израиле, в Америке, есть страны, где нормальная семья, ребенок приходит в садик, это не нормально, то, что у них есть оба родители. Это не нормально. Люди, как бы, уже звонят, и ты еще замужем, ты еще женат. Это странно. Люди уже, второе, третий раз женятся, это катастрофа, то, что происходит сегодняшний день, сколько именно разводов. И сердце разрывается, слушать постоянно, постоянно этих вещей. И что это? Потому что это стал нормальным. Это стал нормальным. И не дай бог, не дай бог, чтобы пара, даже в мыслях, это было то, что есть такая опция. Это вещь, которая исключена. Давайте посмотрим в наших предках, какая у них крепкая семья была. И как они все сложности переходили. Что бы ни было, они переходили войны, они переходили ужасные, голоды и так далее. Потому что в странах, где понятия не было такого, как развод, у них всегда, у них была крепкая семья. Отношение у них было очень крепкое. Отношение к детям было очень крепкое. И эти вещи мы должны очень сильно научиться от наших предков. И эти вещи, которые мы должны знать, то, что нет такой вещи, как развод. Нет такой опции, так как развод. И это один из величий фундаментов, который мы должны построить для нашей семьи. Это в нас, в ментальности, что бы ни было, я не сейчас не ищу, когда даже есть ссоры, что, а, есть вторая ворота. Нет, нет, нет. Есть эта проблема. Мы с Божьей помощью начинаем это решить, что бы ни было. И эта проблема, с Божьей помощью, когда мы перейдем, мы больше становимся приближенными. Мы больше становимся более лучшими людьми. Мы больше приблизимся друг к другу. А не, не дай бог, то, что есть уже вторая опция, что бы было ясно в каждом менте пар, я живу 120 лет с моим мужем, я 120 лет живу с моей женой, и мой муж самый лучший, нет лучшего мужа на этом свете, и моя жена самая лучшая, которая может быть, потому что творец так поставил, пешка хапратит, и они самые лучшие, даже со всеми проблемами, у каждого свои проблемы, чтобы мне было самое лучшее. Начинаем сейчас строить наши отношения, чтобы было лучше и лучше. Но необходимо, чтобы построили эти стенки, эти стенки необходимо, о чем будет разговариваться дома, какие уровень разговора будет дома, какие вещи не разговариваемся, такие вещи, которые не обсуждаются дома, эти вещи, которые мы должны построить, как стенки для нашей семьи. Переходим шаг вперед, дорогие друзья. Я бы хотел дать маленький параллель, который мы видим от Адама Ришона и Сара Мен Валешала. История Адама Ришона, как мы все знаем, творец создает первого человека, мы уже упомянули в прошлых неделях, много говорили об этом, после того, как Хава и Адам, они были разделены. Творец говорит, что Адам, вам нельзя сейчас кушать от дерева познания. И что произошло? Как мы знаем, змея в то время был самым хитрым творением, которое был тогда, и начинает соблазнять Хава. Говоря нашим мудрецим, при Гидраблезе, вся негативная сила, которая была, весь силы негативной, все Ситра Ахра, Сам Эхмем, и все клепот, которые были, все воинства, всех негативных сил, спустился в Нахаш. У них получило, у них получили невероятно негативные плохие силы, чтобы соблазнить Хаву. Спрашивается, почему именно Хаву? Потому что женщины, они очень и очень легкомысленные. Легкомысленные, ее соблазнить намного легче, чем мужчины. Что произошло? Приходит Нахаш, приходит змея и начинает разговор с Хавой. Начинает разговаривать и спрашивает, а? Сначала то, что вам нельзя кушать из фруктов? Я не говорю, все, можно покушать, говорит Хава, но есть одно дерево, которое с этого нельзя и нельзя трогать. Нельзя кушать, нельзя трогать. Она добавила что-то, что нельзя трогать. Наши мудрецы говорят, что это была большая ошибка. Ага, нельзя трогать. Что она делала? Взяла змея и толкнула ее, она касается дерева, а она говорит, смотри, ты же потрогала и ничего не произошло. Если покушаешь, тоже ничего не будет. И, как мы знаем, она начинает кушать и тем, что она покушала, она говорит, что сейчас я буду смертной, я умру и мой муж пойдет и женится на кого-то другого. Не, не, давай, я тоже дам его и Адам тоже покушал, они только Адам дали всех животных, кроме одной птицы, которая написана на шамидрышах и произошло то, что произошло, страдание уже 5780 лет. С того момента мы страдаем всех этих проклятиях, которые было спустился в этом мире. Дорогие друзья, где был Адам решен в это время? Ты был только что сотворен, Хава была сотворена. Какой-то день был, день творения, когда творец сотворил Адама и Хава. Все было тогда, и Ган Эдем, и все так далее. Наши мудрецы говорят, Адама решен, дождался бы до субботы, зашел бы в субботу, имел бы отношение с своей женой, и мир был бы исправлен, все. Мир был бы исправлен, и прошел бы Машьях, и так далее, вечная жизнь в вечном мире. И мы пришли бы уже к цели. Мы сейчас должны шесть тысяч лет работать об этом ситуации, как так было, в реальности, чтобы довести мир, так как Адама решен до греха. Мы понимаем, что все эти страдания, все эти боли, это все берет корень от этого. Где был Адам? Где был Адам? Идет, змея разговаривает сейчас с Хавой. И где был Адам? И просто так понимаем, что если пришел бы к нему, он бы не смог ее соблазнить, как говорят мудрецы. Из-за этого змея идет к Хаве. А где была Адам? Где ты? Где твои глаза? Дорогие друзья, я хочу прочитать Мидра Шмутраба. Написано следующую вещь. Написано, что мудрецы задают на самом деле этот вопрос. Мудрецы задают этот вопрос. Адам в эту часу и где был Адам в эту время? Абба Баркория говорил, Абба Баркория говорил, Нитасек в Дорог Арец и И Шану. В этот момент, когда Хава разговаривал с Нахашем змеи, Адам Адам Арешон спал. Адам Арешон спит, у нее нету надзора над своей женой, что происходит? Она начинает разговаривать с чужими. Она начинает разговаривать с змеями и происходит смерть в этом мире, спускаются все злые миновейшие в этом мире. Явным образом мы видим то, что хранение, которое должно было быть на Хаве было на плечах Адама. Ты спишь в это время, в это исторический момент, в который все абсолютно сейчас решается, первые моменты ты спишь. Рафхайм Зонуфель говорил своему тестю, один из его внучек, который вышел замуж, он позвал ее и сказал то, что скажи мне, где был Адам Арешон? Не был, А где был Адам Арешон тогда, когда его сын Кайн убил Гевеля? Сказал Рафхайм Зонуфель один из великих раввинов прошлого поколения сказал мой дорогой знаю сейчас папа в семье он должен всегда иметь свои глаза как над своими птенчиками как над своими птенчиками должен иметь всегда глаза где они с кем они разговаривают тот момент когда твои глаза уходят ты не знаешь может быть твоя жена сейчас идет своими змеями разговаривать ты не знаешь что может твои дети сейчас идут не дай бог не туда что твои дети сейчас смотрят когда ты идешь сейчас в гостях заходят дети закрываются в комнате они все смотрят в таблетках что они там смотрят птенчики птенчики все ко мне смотрим где папа что вы там смотрите что мы там это всегда глаза над своими детьми жена куда то что то делает сейчас мы помимо детали это не то что не дай бог жена должна как на горло держать ее не дай бог чтобы она контролирует но надзор должно быть мужа то что контролировать куда идет именно семья куда идет именно семья мы не можем просто так оставить просто так тогда происходят вещи сегодняшний день раньше была змея сегодняшний день дорогие друзья змея находится в каждом из наших карманах эта пластиковая штучка телефон может превратиться в самый большой змей который может быть дойдем сейчас другой пример сара имену алейшелу алейшелу сара сара имену написано то что Ишмаэль начал ходить по плохой дороге написано он делал скажем так смеялся скажем так с Ицхаком имеется ввиду то что была водозара швихудамим глюя приводил очень плохие вещи от плохой влияния которое было извне он приводил негативное влияние дома увидев это все сара имену говорит Авраама несмотря то что мы задумались Ишмаэль это сын Аврагама несмотря то что это не их сын но это его сын говорит сара имену ватомар ли Аврагам горе шама азот ты должен этого сына выкидывать с чем с ее мамой имама веетбана киллой ираш бенама азот имбней им Ицхак почему потому что у них не будет удела с моим сыном Ицхаком оно увидело пароческим образом то что Ицхак и Ишмаэль они пойдут по двум разным дорогам Ишмаэль это будет другая дорога Ицхак это будет та дорога которую Ашем выбрал кем кого где Ашем выбрал Авраама вину это пойдет через его дорогу все это дорогие друзья затомните на секунду Ишмаэль это сын Авраама и Сараймену говорит то что выкидывай сына Ишмаэля и твою ее маму как это понять рахманут мы в прошлом уроке сказали что мы евреи у них есть милость и милосердие у нас есть как вот так выкидывать просто так дорогие друзья знаете что написано в Мидраше Шмотрава написано следующий момент Сараймену сказала следующие слова Авраама Шемаилмат бни орхотав может быть есть сомнение есть опасность то что мой сын выучит от него плохие пути если опасно то что мой сын может научиться плохим путям нету места хорошее сердце это хорошо но к этому мы не должны быть слепыми и тот момент когда есть необходимо Сараймену хранит свою семью Сараймену сохраняет свою семью и знаете что Ашем оправдал слова Сары Ашем говорит Аврааму все то что говорит тебе Сара все делай и отсюда мы изучаем то что Сараймену было много больше пророчится чем Авраам Ашем дорогие друзья рахманут рахманут но тот момент когда есть вопрос семьи мы сохраняем семью мы должны всегда хранить эту гармонию чтобы дети наши жены наши мужья что бы ни было эта семья нужно хранить нужно крепко хранить его и когда есть плохие ветра плохие влияния плохие друзья мы смотрим то что сын жена кто бы ни был общается там где пенахат конечно же не ругательством спокойно как так как полагается охех охех это митеха как ты должен делать упрек спокойно на чашку кофе красиво чтобы человек понял но у нас надлежит обязательство хранить нашу семью дорогие друзья сегодняшний день так как никогда нам нужно этих вещей делать дорогие друзья сегодняшний день социальные сети они могут рушить наши семьи не дай бог и я это говорю не потому что я что-то предполагаю я это говорю потому что факты это показывает нам истории которые разводов показывает это нам люди из-за социальных сетей в фейсбуке переписывался в однокласснике в контакте переписывался с кем-то переведем пример муж с женой поссорились девочка женщина ставит сейчас грустную фотографию у себя в фейсбуке и вдруг вместо того ни с чего написала пишет ей одноклассник который уже 15 лет с ним не общался ой привет привет и так далее что может быть в этом не так что в этом может быть не так общается один день два дня три дня она замужем она этот но что они сейчас ссорились с мужем они не общались уже как пару дней она без настроения ей хорошее настроение дается что то что какой-то мужчина ей дает приятные слова приятные этот так она общается общается с этим и вдруг она спрашивает он спрашивает а почему у тебя такие плохие такие негативные фотографии которые у тебя на этом да-да-так и так далее он начинает высасывать информацию я говорю да у меня с мужем так-так и так далее и она называет это что дружба между мужчиной и женщиной дружба между мужчиной и женщиной и вдруг это мужчина говорит то что знаешь говорит я через 2 недели буду у тебя в городе как раз по работе может быть где-то встретимся и чашечка кофе не дай бог друзья может превратиться а акция которой они в вечной жизни они будут сожалеть это может превратиться а акция которой женщина больше не может вернуться обратно домой и с чего это все начался с одной стороны брутальность мужа который не хотел с ней разговаривать и так далее и какой-то обиды и так далее чтобы не было но что общение с кем с чем она называла это называла что дружбой дорогие друзья есть ли дружба между мужчиной и женщиной эта вещь не существует нету дружба между мужчиной и женщиной нету такого любой момент когда у нас есть какой-то возможность или какой-то даже опасность чего-то которая может быть не дай бог это должно быть как огонь для нас огонь 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 кроме моего мужа кроме моей жены никто ничего не существует на этом планете Мы должны быть преданы нашей семье, преданы другому наполовину. И мы сейчас скажем, что написано, дорогие друзья, в Геморре. В Геморре написано, что есть три разных типа мужчин. Три типа разных мужчин. Есть тип мужчин, у которых в еде попадает муха, выкидывает всю еду и не кушает его. И второй тип мужчин, у которых муха падает у него в виде, берет муху, муху выкидывает и кушает еду. И третий тип мужчин, у которых муха падает у него в виде, берет муху, засывает свою муху, выкидывает муху и кушает уже еду. Тоже так же, говорит наши мудрецы, есть разные типы мужчин. Есть мужчины, у которых муха падает внутри еды, а именно не дают своим женам общаться абсолютно ни с кем. Пример к этому дают наши мудрецы Папус Бенигуда. Папус Бенигуда, мы сейчас не зайдем в детальность, кто это был, но я дам намек. Это был мужем Мария Магдалея. Написано то, что тот момент, когда Папус Бенигуда выходил, закрывал дверь, чтобы она ни с кем не общалась, чтобы она ни с кем не общалась. Говорят наши мудрецы, это что приводит? Приводит ненависть и нехорошее отношение друг к другу. И что она делает потом? Начинает искать какие-то пути, не дай Бог, чтобы пойти и делать разврат. И от этого, дорогие друзья, нету путя. Жена, которая идет один раз ни с кем-то, все, закончилось. Она не может больше жить с мужем. Больше это закончилось. И это говорит муж, который, это исключение, это вещь, которую ты не, это говорит, это плохая вещь. Нельзя настолько держать свою жену. Ну что? Я говорю другой. Вперед муха упала. Вперед муху. Муху выкидывает. Это что? Это средний, говорит человек. Это как должно быть в семье? Я хочу прочитать выражение наших мудрецов и как они именно этому определяют. Это кто? Нормальный, как бы, люди шемедабрим, мидат холадам, качество каждого человека. Шемедаберет имахея векровея уманиха. Это уровень, который есть у каждого человека, нормальных людей. Что? Что? Он дает разрешение ей, чтобы она общалась с братьями, с ее родственниками и оставляет. Не надо ограничивать его таким образом, закрыть его за защитник. Но что? Какие ограничения должны быть? Братья и ее родственники. Пусть общается, бевадай, без симха, нету никаких проблем. Дорогие друзья, больше чем это наши мудрецы не пишут. Обращаем на это внимание. Это вещь, которая уже не скромна. Мы сейчас, блин, это посмотрим еще с рамбом. Есть уже третий уровень, дорогие друзья. Дорогие друзья, посмотрите сейчас в рамбоме. Рамбом пишет, какое должно быть отношение мужчины и женщины на самом деле дома. Рамбом пишет законы, какие отношения должны быть между мужем и женой. И определяет рамбом таким образом. Наши мудрецы заповедовали женщине, что женщина должна быть скромной дома у своего мужа. Скромной. И продолжает рамбом, чтобы она не была легкомисленной, чтобы она не требовала мужа отношения, чтобы она по этих вещах не общалась и всегда была с мужем и так далее. Это уже более скромная вещь и так далее. Теперь смотрите, что написано. Рамбом, который законодатель, дорогие друзья, наши мудрецы заходили до кишкос, до самой-самой конечности нашей души и понимали, кто мы есть. И пишет нам рамбом. Вет из-за гэр бекровав дает нашим дорогим женам, наших дорогих женщин осторожность. Женщина должна быть осторожна, чтобы у него не появилась ревность по отношению к ним. Будьте осторожны к ним. Мудрецы очень четко определяют это. Я уже не говорю, не дай Бог, о чужих мужчинах, кто бы ни был. Даже это не обсуждается в наших мудрецах, это даже не разговор. Это вещь, которой нету. Вет из-за гэр бекровав дает, отдались от грязных и плохих вещей и вещей, которые похожи на это. Что мы с людьми видим? То, что настолько нужно быть необходимо осторожными к этим вещам. Значит мудрецы, когда попадали из истории, как Равел Лупиан, сохранули в раха, он попал один раз с женщиной, внезапно, закрылся в одной комнате. И он был в старости лет. И женщина другая тоже была в старой. Не ее жена. Когда он увидел то, что дверь закрылась, а мы знаем, что это запрещено, их удлинение с мужчиной. Равел Лупиан открыл окно, спрыгнул с окна, это старый человек. Сказали то, что эти законы, когда наши мудрецы и наша Тора сказали нам, не сказали нам, когда ты старый, когда ты молодой. Это значит то, что каждый человек опасен к этому. Пусть никто не скажет, что со мной эти вещи, дорогие друзья, не произойдет. Это вещи, которые огонь должны быть для нас, для каждого из нас. И, если мы знаем и осознаем то, что есть определенная опасность в соцсетях, есть в этом, уходите, уходи. Уходи. Есть вещи, которые я лично в моей жизни, я как огонь боюсь. Огонь, 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 дорогие друзья. Огонь. Сейчас, слава Богу, у нас есть шуры в разных каналах делаем. Мои друзья говорят, можешь открой эту вещь, открой это дело. Я говорю, дорогие друзья, я не знаю, я не хочу это, мне как огонь. Я боюсь этих вещей. Огонь. Я знаю, это будет хорошо, но, может быть, вред, который может быть от этого намного хуже. И никто не гарантирует ни на что, дорогие, для этого это один из вещей, которые ясно и четко, чтобы было в семье, то, что мы преданы нашим мужам и нашим женам. Эти вещи, что с другими человеком общаться, это исключено. Я же вам сказал в первом уроке пример от, который, мамаш, невероятно именно стильный пример. как старая семья, мы с женой, которые постоянно, когда, каждый из именно сторон с кем-то общались. На улице, может быть, то, что женщина идет сейчас на улице, в автобусе села и какой-то мужчина знакомит, сосед, кто начал с ней разговаривать. Что в этом произошло? Да, может, это не то, что сейчас запрещено или это слова, человеческие отношения, приводает то, что это, это не в этом, определенных границах и так далее. Теперь, что может быть? Зачем сейчас рассказать этих вещей, то, что сказал шалом, как был там, как был там, как был мой муж, как был там, как был мой муж, как был там, это, small talk, то, что называется. Женщина приходила домой и всегда рассказывала своему мужу то, что да, вот и на улице я встретил это мой, это мой мужик. И так, так мы разговаривали и так далее. Почему? Чтобы быть крестально чистым отношением к своему мужу. Чтобы потом он не узнал то, что, а, я с твоей женой разговаривал вчера и так мы встретили. Да, с моим мужем, с моей женой разговаривали и так далее. И он начинает уже, и дай Бог думает, на самом деле, ничего не было, был чистый просто разговор. Зачем захотеть в таких вещах? Объяснять, чтобы была между мужем и женой кристальность полная. Полная абсолютно кристальность. В любых вещах это нам кажется то, что это преувеличивание и так далее. Но, если честно, подумаем, будем честны к себе. Это кристальность, это то, что дает нам доверие тоже в других. В другую сторону то, что я уверен в моей другой половине. Я уверен в моей другой половине. Мы не общаемся с какими-то вещами, мы не делаем это. Это есть это. И это одна из вещей, которая необходима, чтобы стояла как именно сильно на палке. К этому, если мы уже пришли, то, что настолько муж должен быть именно строг, именно в семье, дадим еще одну геморрору. Геморрама слышит какие-то, дорогие друзья, рассказывает нам следующую вещь. В семье, где есть чрезмерно большая ярость, страх, это приводит к очень плохим вещам. Нельзя, чтобы мужчина ставил чрезмерно много ярости. Почему? Потому что, говорят наши мудрецы, в семье, где есть много ярости, приводит к трем плохим вещам. Это может привести к нарушению шабата, это может привести к убийству, и это может привести к разврату. Как это? При чем тут ярость, соблюдение шабата, разврат, убийство? Объяснял наши мудрецы. Может быть, то, что жена, она сейчас не успевает в шаббат, она не успела зажечь свечки. Пришло уже время зажигания свечей, шкия, нельзя уже зажечь. Нельзя, нет такого разрешения. Но она что? Боится, боится. Он сейчас придет после синагоги в ярости, если я не зажгу, я не знаю, что со мной будет. Придет и зажигает свечку. Не доготовилась еда. Что она делает? В шаббат уже зашла и начинает его включать именно свет. И потому, что она забыла какую-то плиту включить и так далее, из-за страха, который унес от него, она нарушает шаббат. Это может привести к чему? То, что нарушается шаббат, не дай Бог. Убийство, из-за ссоров, которые могут быть между мужем и женой, не дай Бог, говорят наши мудрецы, она может убегать от дома. И из-за ситуации, которая у нее может быть, и состояния, не дай Бог, она может куда-то упасть в мост или что-то с ним произойти. И не дай Бог, это может привести к ее смерти. И третий момент, говорят наши мудрецы, если с большой ярость дома, не дай Бог, это может привести к разврату. То, что, быть может, такая вещь, что женщина не успела пойти в микве, но она боится его. Она боится его. Что? Как я могу сказать моему мужу, что я не успел пойти в микве, я не успел это делать, я не успел, чтобы делать так, как все положено. Из-за страха она говорит, да, я был в микве. И не дай Бог, они могут иметь отношение к запрещенному опыту. Дорогие друзья, что должно быть? У мужа должно быть средний подход ко всему. Средний подход. Какой уровень должно быть именно страха? Говорят наши мудрецы, есть вещи, которые мы должны напоминать нашим женам. Как, как, что? Говорят наши мудрецы в Масахе Шаббат напоминать перед Шаббатом, Зажгли ли вы свечки или нет? Зажгли ли вы иру в Тавшили? Делали ли определенные вещи? Есть вещи, которые мужчина должен знать, что семья идет по Торе, по Аллахе. Как это говорят наши мудрецы? Спокойно. Спокойным образом. Зажгли ли вы свечки или нет? Есть все. Это Шаббат, дорогие друзья. Канун Шаббат. Мы все знаем такое-то время. Лахат, что называется. Все бежим, все это, дети, иди в микве. Иди, кто будет перекупаться. Самый-самый-самый именно такое время в течение недели. Все это прекрасно знаем. В этом момент все на нервах. Все на нервах. Но наши мудрецы говорят, в этот момент именно она тоже на нервах. Не только ты. Бенахат. Бенахат. Разговаривать с ней спокойно. Спокойно попросить свечки, пожалуйста, не забудьте. Не забудьте этот. Если этот. Итак, я пишу, дорогие друзья, Рамбам. Рамба пишет, какое должно быть у мужчины отношение по отношению к своей жене. Не только в этом. Вообще. Какое ярость должно быть? Какое отношение должно быть? Сказали, ярость чрезмерно плохо. А как должно быть отношение к женой? Какие с сенькими должны сделать наше общение? Говорит Рамбам нам. Велуятиль аля эмэйятера. Не став чрезмерно большой страх дома. Не став. Это очень плохо. Большой ярость нет. Но должно быть уважение тоже. Они должны понять, кто тут хозяин. Говорит Шлома Мелех Таваги, друзья. Слова, которые сказаны мягким образом, они будут услышаны. Они. Будь мудрым, не будь правым. Мы всегда это говорим. Шалам байт. Самое первое правило. Не будь правдым. Не будь говорим. Я прав. Я права. Будь мудрым. Как к мудрости подойти? Бенахат. Разговаривать спокойно. Каждый мужчина есть, да. Можем выйти через это. Но бетерых клал. Общее должно быть что? Гармония. Спокойствие дома. Вегиди буроима бенахат. Разговаривать с ней спокойно. Говорит Рамбам. Спокойный разговор должен быть дома. Но не будь то же что? Не будь грустным всегда. Не приведи негативность. Есть мужчины. Мама же я знаю. На него смотришь. Как будто сейчас бензин налил на него. И думаешь. Все уже. Конец света. Если этот человек тоже так дома. Не дай бог. Дома все будут депрессивны. Да. Приведи радость в семье. Все будут радости. Даже если человек по натуре так дома. Вытаскивать позитив. Вытаскивать позитив. Не будь оцеп. Не будь оцеп. Не будь оцеп. Дом хочется. Дом все хотят быть в радости. Дом нуждается в твоем радости. И ты, мужчина, как можешь этого делать? Вело Ракза. И будь кто. Не будь чрезвенно злым. Не будь чрезвенно жестким. Нет. Спокойный. Бенахат. С мудростью подойти. С любовью подойти. Это тот обязательство, который нам Рамба говорит. Значит, эти именно границы, которые мы должны построить, так как стены именно дома. Чтобы не допускать негативных, скажем так, ветров у нас дома. Эти ветры, дорогие друзья, так как у нас есть окна, у нас есть окна тоже нашего телефона и нашего всех социальных сетей. Чтобы эти ветра негативной силой не заходили к нам. Эти фильмы, и это будет Netflix, и это будет Facebook, или что бы оно ни было, мы понимаем, что эти вещи вредят нам. Мы не хотим допускать нашей семье. Мы не хотим и должны сам давать именно этим вещам ограничения. Есть негативные отношения, негативных вещей. У нас есть преданность. Мы никогда не переходим этих границ. И к этому еще, что мы сказали, дорогие друзья, есть жара, чтобы семья, дом, это чтобы сохранилось, что? От жары. От жары чего? Жара, дорогие друзья, всегда нам, значит, мудрецы определяют как от страсти. Чтобы никогда не допускать, когда у нас есть даже молечащийся вариант, что это может прийти к чему-то. Оставь. Далеко, это чужое отношение к чужим, это огонь, это огонь. Огонь, 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 дорогие друзья. Преданность другому, преданность другому. И что мы сказали еще раз? Плохие, холодные ветра. Холодные ветра, дорогие друзья. Я хочу сказать в двух словах. Время, к сожалению, мало. Из очень часто, к большому, к сожалению, приходят родственники, друзья, подружки. Очень часто приходят именно разговоры о семье и так далее. А, как там твоя жена? Это же могут быть родители. Это же родители. Не потому, что они что-то плохого хотят. Но что? Каждый родитель хочет защитить свою дочку или своего сына. Ну, что приходит? Рассказывает о своих проблемах. Рассказывает о том, как она, как он и так далее, и так далее. Говорят наши мудрецы. Ишак Шера, женщина, она должна рассказывать только о хороших вещах о своем уже. Все то, что происходит дома, только позитив. Но иногда приходит то, что определенные, как бы, подходы или определенные слова, которые... Потом, когда возвращаемся дома, в нас проявляется определенный холодность нашему другому наполовину. Друзья разговаривают о плохих вещах, а не о негативных вещах. Или там, вот это настолько плохо, так это, то, суда. И ты... Иногда человек попадает в такое именно состояние, что это влияет на человека. И потом возвращается от дома, и все эти негативные силы носят с собой. Я знаю, как бы... Скажем, я надеюсь, что моя жена не будет, кажется, против этого. Но определенное время моя жена общалась с какими-то... С какими-то какими-то семьями, у которых было неплохим, очень плохим отношениями, все было очень запутано. И всегда, когда она возвращалась, я чувствовала то, что мне нужно ее поднять, ее вернуть в настоящую реальность. Потому что эти вещи человек носит с собой. Носит этот негатив, это может превратиться, не дай Бог, в лес на семью. Когда это есть, мы не допускаем. Есть этот момент. Моя семья стоит выше, чем все. Ничего выше, чем это не стоит. Приходит определенный... Холодность может прийти с какой-то стороны... Стоп, 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 стоп. Я не хочу слушать. До свидания. Я не хочу слушать. Нет лучшего мужа, как я. Нет лучшей жены, как у меня. Нет лучшего мужа, как у меня. И так далее. Знать то, что мы к этому отношению, к этой гармонии, мы не допускаем. А, ты мог бы этот, смотри, у него подарили Роустройство, тебе подарили всего лишь Мерседес. У него так... Я не хочу этих вещей. Я не хочу допускать в нашей семье этих вещей. Этих вещей. И эти вещи, дорогие друзья, мы можем тоже понять такими путями, подношенными к нашим детям. Подношенными к нашим детям. Мы видим то, что определенные отношения, определенная дружба с какими-то людьми, это вредит. Сохраняем как сараймену. Сохраняем. Нету рахманут. Нету есть. Иногда мы должны быть жесткими, чтобы достичь именно счастья наших детей. Иногда нужно быть жесткими. Это еврейский подход, дорогие друзья. С одной стороны у нас есть, что самый правильный путь? Милость, жесткость в середине. Иногда мы используем милость, иногда мы используем жесткость. Иногда нужно это. Необходимо это иметь, дорогие друзья. Но для того, чтобы сохранить свою семью. Но бэбадай, все бэнахат, все с умом. Иногда мы можем даже посоветоваться с раввином, с близким человеком. Как это делать, что делать. Это есть необходимо. Телефоны. Эти вещи, которые мы сегодняшние поколения, настолько это необходимо наших детях. Мы видим, они часами в этом телефоне и так далее. Мы понимаем, что он может делать там часами. Come on. Сколько он может поставить фильтр. Поставить что-то. Поставить то, что не дай бог они заходили в тех местах, где абсолютно запрещено. Это необходимо, чтобы мы знали, что мы защищали их. То же самое между мужем и женой. Мужчина, скажем так, у него есть определенные, слабо с определенными вещами. Поставить пусть сам себе границы то, что я, допустим, компьютер не открываю только перед женой. Зная то, что я когда закрываюсь или когда у меня есть определенные вещи, приводит эти вещи к плохим вещам. Я хочу ограничивать, я хочу построить тебя. Я ставлю себе границы только перед женой, перед определенными вещами. Мы делаем этих вещей. Или компьютер, что бы ни был бы. И каждый должен взять эти уроки сам для себя. Это большая вещь. Как и D. Как и Д.